Агет Шаббас Шаббат Шалом Шанатова Всем хаварим Сегодня у меня несколько ограниченное время Я попытаюсь его использовать более-менее эффективно И потрясающий первый праздник в череде осенних праздников Роша Шона, Роша Шана И понятно, что это традиционное название Потому что, в общем-то, первое упоминание Что еврейский Новый Год поменял свое календарное место И с весны переместился на осень Это в Мишне Через 200 лет после рождения Мессии Но мы знаем, что в Торе этот праздник Называется праздником труб Праздником трубления И я хотел только на одном из многих аспектов сегодня остановиться Для этого надо открыть Книгу Ваикра Левит 23 главу Я буду читать по традиционному русскому синодальному переводу 23 глава книги Левит Вы можете читать с первого И это будет правильно А я по ограниченности своей прочту с 23-го С 23-го по 25-й стихи И сказал Господь Моше, говоря Обычно это специфическое древнееврейское выражение И сказал, говоря Которое, кстати, проходит через всю Библию Вот От книги Берешит До книги Откровения И показывает, что не только Танах, но и весь Брит Хадаша Это сугубо еврейские книги И даже учитывая, что Новый Завет на греческом Но этот греческий передает нам перевод с еврейского Отчасти с арамейского И вот этот же оборот Сказал, говоря Восклицал, говоря Говорил, говоря Звучающий просто полной тавтологией для современного уха Это типичное еврейское древнее выражение Которое почти всегда значит следующее Господь говорил своим посланникам нечто Для того, чтобы они передали это народу Итак Сказал Господь Моше, говоря Скажи сынам Израилевым В седьмой месяц В первый день месяца Да будет у вас покой Праздник труп Священное собрание Никакой работы Не работайте И приносите жертву Господу И Здесь все хорошо В основном Кроме слова праздник Как ни странно Потому что В оригинале Здесь нет Еврейских слов, которые обозначают праздник Например, Моэт А здесь Слово Зекарон И поэтому Роша Шана Имеет ряд названий И одно из них Традиционных Йомга Зекарон И более точный перевод Это Да будет у вас Шаббатство Так сказать Субботство Воспоминание Трубного Сдвука Или Трубление Один из Таких Старых еврейских переводов Трубление В воспоминании О Причем не сказано О чем Это очень интересно Потому что Действительно Тора дает нам Определенный простор И Скупые слова Об этом празднике В Слове Божьем Здесь В 23 главе Вы крали вид Они Как бы Раскрывают Божью перспективу Этого праздника Вернее Приоткрывают И при этом Оставляют Простор Для того Чтобы В каждом поколении В каждой общине Где празднуется Этот праздник Действительно Руаха Кодыш Мог вложить В сердца Божьих детей Особенно Конкретные Во-первых Восприятие От Бога Понимание Этого И способ Передачи Воспринятого От Бога Братьями И сестрам Я просто Еще раз Скажу Потому что Может быть Я так Чуть-чуть Замысловато Выразился Благодаря тому Что Тора Здесь Слово Божье Здесь Оно Обозначает Некую Перспективу Но Не Закрывает Не ограничивает Ее со всех сторон И открывает Не жестко Очерчивает А открывает Как бы Направление Открывает Путь И Дает Возможность В каждом поколении В каждой стране Галута Особенно В Эрице Исраэль В каждой Общине И Даже Для каждого Из Божьих Детей Особым Образом Воспринимать Этот Праздник Беруаха Кодеш В Духе Святом Так как Дух Святой Хочет Открыть Это В этом Году Для Следующего Года Который Уже Наступил Открыть В этот Праздничный Первый Новогодний Шаббат Каждому Из нас Чтобы Мы Восприняли Это Особенным Новым Образом И Чтобы Не только Восприняли Особенным Новым Образом Для нас Но И могли Знать Как это Передать Другим Сейчас Я так Более Понятно Выразился Вот И Конечно Ж 25 стих Тоже Очень Важен Во Всякие Важные Для Бога Праздничные Дни Повторяется Никакой Работы Не делайте Никакой Работы Не работайте И это Сразу У многих Из нас Ассоциирует С четвертой Главой Послания К мессианским Евреям Где Говорится О том Что Тот Кто Вошел В покой Субботства Божьи Тот Успокоился От дел Своих И особенно Важно В такие Особенные Дни Это Опять же Не топтология Действительно Особенно Важно В такие Особенные Дни Успокоиться От своих Дел Перестать Пытаться Своими Усилиями Исправить Этот мир Отложить Своё В сторону Как Ишуа Нам Заповедовал Кто Не Отрешится От Всего Своего Тот Не Может Стать Моим Учеником Отложить Свою Сторону И Действительно Открыть Сердце Для Трубного Звука Для Звука Шафара И мы Знаем Что Там В тот День В храме Там Не только Шафар Звучал Но Особенным Образом Серебряные Трубы Поэтому Когда мы Видим Изображение Скажем Ну Такие Картинки Детские Ангелов Трубящих Такие Серебряные Трубы Не думайте Что это Что-то Такое Языческое Это Как раз Очень Даже Еврейское И Услышать Это Трубление Ангелов И Услышать Звук Шафара Который До сих Пор Не умолк Звук Шафара Который Несется К нам Синая Звук Шафара Который Несется Из пустыни Звук Шафара Который Несется С границей Земли Израиля Когда народ Божий В нее Входил Звук Шафара И труп Который Несется Из-под Стен Ерехона Звук Шафара Который Несется С полей Сражений Израиля Звук Шафара Который Несется От Дня Коронования Первого Царя И второго Царя Израиля И дальше И Очень важно На самом деле Отнестись К нашей Сегодняшней Встрече Здесь Как Важному И для нас Необходимому Звену В цепи Истории Израиля Истории Проложенной Тысячи лет Назад И далеко Незаконченной Из Звуки Шафара Из Ключевых Моментов Нашего Прошлого Они Усиливают Друг Друг Соединяются В один Протяжный Звук И они Взывают К нашим Сердцам И этот Звук Он Прочищает Наши Мозги Чтобы Наш Разум Погружался В нашего Внутреннего Духовного Человека Как написано В третьей Главе Эфесян Укоренялся В живом Машиахе Живущим В нас И Рождал Святой Отклик На это Святое Отрубление Потому что Этот звук Шафара Он Побуждает Нас Проснуться В тех Областях Нашей Жизни В которых Мы спим И всякое Истинное Пробуждение Божьих Детей Это Духовное Пробуждение Мы Мы можем Быть крепкими Сильными Здоровыми Богатыми Счастливыми Веселыми По жизни И так далее И так далее Но если Во всем этом Мы духовно спим То грош цена Всем нашим успехам И все Они сгниют Они превратятся В прах Но если У нас В жизни Есть еще Какие-то Нерешенные Проблемы Но если Мы еще От чего-то Не исцелились Если у нас Не все Хорошо Материально И так далее Но при этом В эти Особенные Дни Мы Отрешаемся От наших Проблем Мы Отрешаемся От всякой Суеты От которой Нас искупил Машиах Потому что Первое Петра Первой главе Сказано Что не золотом И серебром А драгоценной Кровью Агнца И это опять Напоминает нам О шафаре О шафаре Связанном Жертвоприношением Исаака Драгоценной Кровью Агнца Искуплены мы От суетной Жизни От суеты Переданной Нам От отцов Не только От прямых Грехов Но от самой Суеты Чтобы Это Шабатство Действительно Захватило Нас Чтобы мы Праздновали Святой Праздник Нашего Машиаха Они просто Отмечали Очередную Дату Чтобы мы Сегодня Слышали Этот призыв Небесного Шафара Чтобы мы Вспоминали О всем Том Что уже Этот Шафар И это Рубление Произвели в истории Израиля История Человечества И чтобы Мы Остановились И вспомнили Кто мы Зачем мы Где мы Помните Вопрос Бога Адаму Адам Где Ты Даже не Адам Что же с тобой Случилось Адам Где Ты Где Ты В чем Ты Зачем Ты Там Если Я Здесь И это Каждому Из нас Ко Мне Не только Ко Мне И дай Бог Нам Действительно Дай Бог Нам Открытым Сердцем Не просто Услышать А принять Этот звук Шафара Это Трубление Которое Израиль Видел У Синая Потрясающее Время Когда Трубление Шафара Было не только Слышимо Но и Видимо Я понимаю Наших предков Которые так Перепугались Они перепугались Не только От землетрясения Вернее Горотрясения Не только От огня Не только От этой Бури Они Перепугались От этого Невероятного Явления Когда Шафар Звучал Звук Его усиливался И они Не только Слышали Они Видели Эти Звуки Потому что Это было Все Объемлющее Проникновение Трубного Звука Которое Готово Было Полностью Переменить Сердца Каждого Еврея Но Как вы Помните Они Не так Испугались Бога Не Божьим Страхом Ступили И сказали Будь Нашим Посредником Маши Слава Богу Нам не Нужны Сейчас Человеки Посредники Потому что У нас Есть Один Бога Человек Посредник И Очень Важно Тоже Помнить Чтобы Мы Не Занимались Кумиротворчеством Чтобы Никакие Идолы Не Стояли Между Нами Всемогучим Чтобы Только Единородный Сын Божий Машиах Был Единым Для каждого Соединяющим Звеном С Богом И Чтобы Мы Радовались Тому Как Наши Братья И Сестры По Своему Воспринимают Этот Святой Звук Очень Важно Чтобы Не Только Мы Могли Своей Жизнью Истолковать Его Но Очень Важно Чтобы Мы Приняли Истолкование Наших Братьев И Сестер Чтобы Мы Ценили То Как Они Слышат Этот Святой Звук Чтобы Мы Радовались Тому Как Он Преломляется В Их Сердце В Их Сознании В Их Памяти В Их Совести Потому Потому Что Каждый Каждый Из Нас Может Воспринять Только Малую Часть А Когда Мы Все Общиной Соединяемся В Этом Тогда Это Семейное Единство Поднимает Всех Нас На Новую Ступень Познание Нашего Любящего Отца Нашего Мошеха Который Стал Ключевой Жертвой Этого Праздника Последние Слова Двадцать Пятого Стиха Любые Наши Жертвы Они Имеют Смысл Только Когда Мы В Покое В Сдаче Ему В Открытости Этому Шафарному Благодатному Звуку Погружаемся В Жертву Ешуа И Сила Его Воскрешения Пробуждает Нас И Мы Новыми Живыми Ясными Проснувшимися Духовными Глазами Видим Себя Видим Друг Друга Видим Бога Видим Страну И Видим Путь Который Проложен И Который На этой земле Не имеет Окончания Потому что Наш путь Это восхождение В Новый Ярушилаем Ярушилаем Праздник Праздник Праздника Трубления Необходимо Занять Своё место Вашей Общине Если это Ваша Община Ваша Духовная Семья И приносить Реальный Живой А не Полумёртвый Плод Служение Единому Царю А если Вы Супер Пробужденец Но Жизнь Ваша Этого Не показывает А служением Даже и не пахнет То не Обманывайтесь Братья И сестры Мои Возлюбленные Бог Обманывая Им Не бывает Поздравляю Вас Хак Самех Чтоб Вы Были Все Здоровы Первую Очередь Духовно Остальное Как известно К Царству Божьему Приложится Амин Аллилуйя Я бы Предложил Нам Встать Я хотел Чтобы Борис Помолился О нас Мы На эту Тему Говорим Последние Много Недель Что Важным Является Что нам Важным Является Быть По-настоящему Прикладывать Чтобы мы Прикладывались К тому Что здесь Делается И Мы Говорим Об этом И я И Дима И Женя И Цхак Саша Есть Кто Прикладывается Есть Кто Посещает Я Хочу Чтобы Что-то В нас Пробудилось Просто Помолись Просто Помолись И Цхак Ты Где-то И Цхак Я попрошу Тебя Через Момент Потрубить Шофар Здесь Много Слов Не Надо Здесь Надо Чтобы Господь Бог Госнул За нас И я Помолюсь Тем Шофарным Если так Можно выразиться Обращением Святого Духа Ко всем Верующим Которые Подзаснули Из Послания К Ефесянам Когда Я Первый раз Или второй Читал Слова Маймонида Написанные К Роша Я удивился Для меня Это прозвучало Просто Как расширенное Толкование Того Что Бог Дал Раву Шаулю Проснись Спящий И воскресни Из мертвых И Когда Проснешься Осветит Тебя Осветит Тебя Сиянием Своего Лица Маши Ях Боже Ты Знаешь Каждую Часть Нашего Сердца Нашей Души Боже И там Где Мы Духовно Дремлем То ли Под воздействием Греха То ли Под воздействием Суеты То ли Лени То ли Придавленные Страхами И Прошлыми Неудачами То ли Обидами И Горечи Боже Яви Свою Милость И Пусть Огненный Звук Шафара Проникает Туда Пробьет Нашу Защиту Прожигает Плотскую Броню Которую Мы Может быть Защищаемся От тебя И Пробудит Нас Пробудит Нас К твоей Живой Сильной Славной Боевой В духе Жизни Ради Которой Ты Нас Спас В Которую Ты Нас Зовешь И Которую Ты Нам Приготовил Во Всей Полноте Яви Своё Славное Чудо Пробуждения Меня И Каждого Из Нас И Пусть Твой Свет Просвещает Наши Духовные Глаза Чтобы Мы Видели Всё Во Свете Твоём А Всякие Подделки Затухли Слава Тебе Всемогущий Родной Папа Любящий Своих Детей И Не Оставляющий Нас В Плотском Покое Из Любви Своей Амин Аминь 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы говорим об этом не раз, не два и не три уже И я обращаюсь к каждому Что нам здорово, когда мы собираемся по шабатам здесь Приятно, мозганы Вроде проповедники неплохие И потом есть кофе, диет Пообщаться можно Членство в клубе Так и есть где-то И это нормально Но очень важно, чтобы мы начали осознавать, что Для сегодня Привел нас Господь Бог в эту землю И когда-то здесь зажегся такой светильник Влияние которого отголосками Пробивается по всей земле уже две тысячи лет И когда говорят О, у нас в Торонто Или там в Уэльсе Или в Киеве Или в Китае Пробуждение Вы знаете, это все последствия того Что было две тысячи лет назад здесь В Аэрот Исраэль Но на самом деле Все эти вот вспышки Они начинают затухать Потому что заканчиваются эти две тысячи лет И для сего собрал нас здесь Господь Чтобы еще раз встряхнуть И это уже будет совершенно другого уровня встряска Которая сможет зацепить Таких дальних И таких отстраненных от Бога людей Что исполнятся слова пророчества Что вся земля станет жаждущей по Творцу И будут искать ведение от Господа И именно о тех временах говорится Что десять язычников будут бегать за одним иудеем И цепляться за талит Чтобы сказать Расскажи нам про Творца Потому что у вас истина Но чтобы вот эта стряска совершилась Чтобы эта стряска совершилась Мы должны услышать И Борис здесь надавил на очень хорошую точку Он сказал такие слова Я повторю Что многие из нас Чувствуют себя Ну более-менее устроенными Более-менее здоровыми И все вроде нормально Но без Огня для Творца Все это не то И лучше быть где-то недоделанным Понимаете, о чем я говорю Но знать, что я ищу Его Еще одно место я хотел прочитать вам Тоже из послания к Ефесянам Удивительно, что мы на эту тему Сегодня так говорим В первом послании В первой главе Послания к Ефесянам Сказаны такие слова Рав Шауль, апостол Павел говорит 7 стих Мы имеем искупление кровью Его И прощение грехов По богатству благодати Его То есть мы знаем же Машехе А Ешуа, который пришел и искупил нас Жертву Это очень бэмет Сегодняшняя проповедь Потому что в Айкра, Левит 23, 23 Там говорится Помните о дне трубления И жертвы приносите Вот про жертву здесь И сказано Которую он при избытке даровал нам Во всякой премудрости и разумении Интересно, что здесь В иврите, если бы мы читали Мы бы использовали слова Бина-Ведат Слышали такое движение Любавических хасидов Которое называется Хабад Знаете, что значит Хабад? Хабада-Бина-Ведат Это как раз комбинация этих слов Но это движение возникло сколько? Сто лет назад? Сто двадцать лет назад? Хабада-Бина-Ведат То есть разумение, откровение и премудрость Можно продолжать играть в раме Мне даже легче говорить Хабада-Бина-Ведат Они в Новом Завете Не в изречениях Любавического Ребе И вот здесь они сказаны Во всякой премудрости и разумении Это вот это вот и есть Бина-Ведат Дат это когда мы можем к чему-то Прийти логическим рассуждением А Бина это сверхъестественное прозрение Которое ставит нас в такое место Что мы говорим какие-то слова Но мы даже их как бы раньше не учили Помните, когда Ишуа проповедовал Некоторые удивлялись и говорили Откуда у него такое ведение Когда он вроде бы ни в одной известной Ишивке И не учился Это вот это вот и есть наполнение Биной То же самое можно связать с царем Соломоном Он как бы Гарвард не заканчивал И в Кембридже не обучался А написано, что писал о деревьях И о всяких вещах такие вещи Что сегодня, возможно, народ не знает Но здесь сказано, что Господь Бог Дает нам прочувствовать И некоторые из нас вдруг могут посреди ночи Или посреди купания в душе Пробудиться вдруг И прочувственно сказать Вау А оно работает Вера в Ишуа работает Поэтому в том Евангелии, которое мы изучаем Какое Евангелие мы изучаем сейчас? Иоанна Там сказано Что Эмет Истина пришла через Ишуа Эмет С Еврита Это не просто истина Это движение Которое выводит тебя В правильное стояние перед Богом И в этом я говорил много раз Таинство имени Ишуа Некоторые конченые наркоманы Или бандюги Просто уверовав в это имя И ничего, ничегошеньки не соображая В теологии Вдруг стали чувствовать Что что-то через молитву В это имя Выводит их На путь иной Покаяние Вы понимаете? Вот оно, как оно работает Это не всегда, что мы можем понимать Это таинство Я думаю, что когда Сойла говорит С мусульманами И тех, кого цепляет это имя Тоже Они как бы в Иссу тоже верят Но обращаются по-другому Как будто ты проснулся Был спящий А вдруг увидел И следующее слово говорит Что он открыл нам тайну своей воли По своему благоволению Которую он прежде положил в нем То есть Здесь Рав Шауль говорит, что В Ишуа, через Ишуа Очень много чего было от начала Эти слова вообще невозможно понять Или можно точнее понять, как угодно Каждый понимает, как хочет Я понимаю, что Все это начало двигаться Через него Здесь мы можем прийти К совершенно непонятным И фантастическим идеям Как Адам Кадмон Первый человек Тот прото-человек Который, по сути Концентрация божественная И так далее и тому подобное Чуть ли не таинственные Не так важно, как говорит Так говорит Но вот следующий стих Я хочу Истолковать немножко В устроении полноты времен Дабы все небесное и земное Соединить под главой Машех Небесное, земное Когда наш народ Был в Вавилоне Была такая история Кстати, с тех пор Этот праздник Стал называться Новым Годом До Вавилона Этот праздник Просто назывался Зикарон Лехак Труа А в Вавилоне Потому что у них тоже В это время был Ихний Новый Год Ну нормально Четыре-пять Новых Годов Это всегда прикольно Правильно? Сколько у нас? Пять есть? Пять есть в Израиле Тубишват Ниссан Йомацмаут Ну так Технически Ну что? Йомацмаут Новый Год для страны Роша Шана И есть Русский Новый Год Который уже стал тоже Как бы праздником Ла-ла-малё Рамадан нас не парит Особенно так говоря Но Ну ладно Но я не об этом В Вавилоне Народ С одной стороны Достиг Расцвета наш народ Как сейчас в Нью-Йорке Но С другой стороны Они там уклонились В ходатайство Ангелов И каждый понимал Что вот есть ангелы Как будто Возможно Они что-то переживали в этом Но Когда пришёл Ешуа То все вот эти Временные Возможно ложные Возможно нет Посредники Они были устранены И здесь сказано Что Он над всем стал И все Наши Вопросы Ответы Обращения Через Него Могут получать Ответ И вот Хочется Чтобы Голос Шафара Где Ицхак Он вернул нас Вот к этому вот Основанию Чтобы мы могли Сказать Я подчиняюсь тебе Небесный Отец Я подчиняюсь Я принимаю Что мой глава Маше В Коринфянах написано Ибо глава Жене Муж Мужу Маше Маше Творец Отец Как бы структура какая-то Это больше Чем мы можем понять Но хотелось бы Чтобы оно туда вошло И чтобы мы Стали Действованы И чтобы нас Влекло По трубинам Еще Ничего не взрывается Могло бы Но не взрывается Ну и хорошо Что не взрывается Меньше потом Чинить и убирать Главное Чтобы в нашем сердце Что-то Раскрылось Я прошу тебя Господь Коснись нас Коснись нас Хашивейно Выношува Хадешит Ямейну Кикедем Обрати Наши дни Кикедем И вы знаете Что Я сейчас Не говорю За Кицониют Знаешь Что такое Кицониют Когда Минадам Кицони Становится Таким Фанатом Фанат Он обычно Фанат На три недели Потом Весь фанатизм Падает вниз И разбивается И потом Он в другой стороне Я говорю О чем-то Стабильном Я говорю О чем-то Стабильном Когда мы Избираем Путь И начинаем Тренировать Тебя И идем По этому пути Мы молимся Мы благословляем Наших детей Мы говорим Господь Дай мне мысли Как я могу Послужить Другим людям И когда оно Все собирается То мы видим Благословение В своем доме И мы видим Что Бог Использует нас Как инструменты Субтитры создавал DimaTorzok